Всем привет! Как вы уже поняли по видео, то что я уже вернулась из отпуска. Мы уже закупились несколькими предметами для школы. Первое видео уже вышло. Это канцтовары. Скоро я смонтирую вторую часть из-за одежды. Там будут покупочки. И, конечно, голова еще кругом ходит. Подготовка к школе полным ходом идет. Мы сейчас с Андрюшей занимаемся, пишем диктанты, решаем примеры. К нам приходит репетитор, который тоже дает нам задание, которое он пополняет. Сейчас вам покажу. Только что недавно приходил к нам репетитор. Они с Андрюшей занимались. Вот маленькая шпаргалка, которую репетитор написал для того, чтобы напомнить. И, естественно, домашнее задание мы делаем. Смотрите, как поехал почерк после отпуска. И с этим нужно что-то делать правильно. Больше писать, потому что почерк это ужасный. Как писала курица, которая кудахтала, наверное, бегала в поиске червяка. И поэтому у нее вот такие лапы, которые взяли ручку и написали. Поэтому надо почерк исправлять. Отпуск отпуском. Но все-таки почерк поехал. Поэтому будем исправлять все это дело. Но это исправимо. Все это можно исправить. Все это можно подправить. Поэтому не проблема. Так что мы с Андрюхой занимаемся. Русский язык мы пишем. Диктанты. Вот. Так что наяриваем по полной программе. Сейчас я пойду готовить ужин. Наши поделки. Кстати, вот этот коврик, который показывала в видео. Андрюха сам его сделал. А я только взяла и утюгом все это прогладила. Вот. Так что вот так. И, кстати, вот эту рамку тоже Андрюха делал. Сам выкладывал. А я уже все остальное сама все сделала. И лежат, пока ждут, свои очереди для дела. Пеналы. Я их тоже делала. Показывала. Вот. Вот такие пенальчики. Вообще, я влюбилась в вот эту обложку. Просто супер обложка. Кстати, вот это название. Новый чистый вкус. Я взяла из журнала, по-моему, Эль. Там была реклама курения. Вредит здоровью. И сигареты. Мне понравилось вот это большее название. Новый чистый вкус. Я его вырезала и наклеила сюда. Так что вот такая интересная обложка получилась у меня. Креативно. И с идеей такой. По названию, скорее всего, вы уже поняли, что эти пакеты идут из Duty Free. Что мы успели купить, то мы купили. У нас был ночной рейс, поэтому половина магазинов были закрыты. И что мы успели, то мы купили. Так что в скором времени будет новое видео о покупках, которые мы приобрели. Недавно были в магазине и купили вот такие крупы. Я обожаю крупы, которые продаются в пакетиках. Очень, кстати, удобные. Вы поставили воду, она вскипела. Вы положили туда пакетик. Единственное, только различие в некоторых пакетиках есть 20 минут или 7 минут. Чем удобно? То, что мешать не надо. Вы положили на 20 минут, засекли, там таймер поставили и потом это все выключили. Получается очень обалденно, рассыпчато. Мне очень понравилось вот в таком варианте готовить крупы. Я купила ядрица гречневая, рис и крупа гречневая и пшено. Так что мне очень нравится вот так, в таком варианте готовить. Скажите, как вы готовите. Любите ли вы в таком виде пакетированном или вы любите все-таки рассыпчатом в виде готовить крупы. Поставила воду, сейчас она в скором времени скипит. И я туда брошу пакетик на 20 минут. Все. Я про него просто забуду на целых на 20 минут. У меня ничего не сгорит, я помешивать ничего не буду. Единственное, только я сейчас добавлю еще оливкового масла и немножко посолю. В данный момент у меня гречка варится. Я решила сделать еще салатик такой легкий. Буду использовать сыр моцарелла. Потом я возьму консервированные овощи. Это морковка и горошек зеленый. И, конечно же, свежие овощи. Сейчас просто сезон, витамин и надо их кушать. Здесь листья салата, огурчика, перчика, помидорчик. И, честно, я иногда путаю, как назвать, петрушкой или укроп. Не знаю, вот честно, я их путаю. Сознаюсь, в этом до сих пор я путаю, как назвать, петрушкой или укроп. Поэтому не буду называть, вдруг я ошибусь. И еще что я буду использовать? Буду использовать семечки кунжута и базилик. Итак, с чего по мне начать? Давайте я начну, скорее всего, с перчика. Кстати, я хотела его, наверное, скорее всего, пожарить вместе с синеньким. Да, синенький. А куда я делась синенький? Я отрезала попу, а куда я делась синего? Так, надо синего найти. Синий я его нашла. Я хотела пожарить. Скорее всего, пожарю. Потому что у меня для салата перец еще есть. Да, скорее всего, я пожарю. Сейчас отдельно все это дело. Итак, давайте я начну с Тадаса-Курца. И заодно с вами хочу поболтать. Хотела задать вопросы. Стоит ли мне, ну, скорее всего, глупый вопрос, да? Ну, по-детски глупый вопрос. Мы наснимали очень много видео, где мы путешествовали, куда мы ездили и что мы видели. Плюс мы делали обзоры на отели, где мы были. И я уже сделала на один отель свой маленький обзор. Вот. Вкусно кучик. Вот. Стоит ли в дальнейшем мне делать видео о путешествии? Многим нравится смотреть о путешествии, как человек путешествовал, куда он ездил, что он видел. Сейчас только я воду вылью. Я, конечно, сознаю себе честно, то, что аудитория бывает разная, кому что нравится смотреть. Некоторые смотрят просто одну только косметику, а многие смотрят, допустим, обзоры на технику. А вот путешествия почему-то не особо как-то впечатляют людей. Есть люди, которые вот поехали в путешествия. Мне иногда, конечно, очень это удивляет. Поехали и не знают, куда они поехали, что им смотреть, на что им смотреть. И удивляются как по-детски. Вау! А что это? Неужели такое бывает? Но, если честно так рассуждать, человек просто из далекой планеты приехал на планету Земля и удивляется. Неужели люди умеют это делать? Неужели можно здесь как-то гулять? А есть люди, которые любят там смотреть юмор. Просто вот в цирк не ходи, а посмотри бесплатный юмор. Есть люди, но я считаю, что все-таки, если вы застряли в одном, только измерение по одной тематике, как-то вам будет самому скучно. В школе, когда, то есть в школу, когда вы приходите, вам же не дают только один и тот же предмет, чтобы его развивать. Правильно? Правильно. Вам дают много предметов, чтобы вы изучали. Почему вы застряли только в одной тематике, и не хотите дальше развиваться? Если человек занимается только в одной тематике, но это по работе, согласна, по работе это можно и даже и нужно. Но как-то не по работе хочется что-то другое, хобби какое-то создать. Можно, допустим, вышивать, вязать, мастерить, просто гулять, наблюдать и снимать на фотоаппарат, делать красивые фотографии. То есть не надо застревать в одном измерении, нужно все-таки и поглощать другую информацию, которая есть на планете нашей. Не зря же, в принципе, люди создают, которые умеют создавать по науке то, что надо создавать, чтобы другие развивать. Кстати, я очень люблю ходить по музеям, где все можно потрогать, пощупать, узнать и узнать что-то новенькое. И, конечно же, в принципе, без этого никак нельзя обойтись, что сейчас не в понятках творится с Ютубом. Он тормозит по-страшному, ну, кстати говоря, у Ютуба тоже должны быть какие-то отпускные дни, и поэтому он решил немножко всех адреналином, экстримом попугать, не знаю, или чтобы они расслаблялись. Люди немного как-то встрепенулись, мол, ребята, вы в курсе, что я не могу работать круглосуточно, я хочу тоже отдохнуть. Ситуация такая, там же случилось что-то непонятное, я так поняла, случилось что-то в настройках, какие-то проблемы, и поэтому они их решают. Насколько-то быстро все это произойдет, никто не знает. Так что, надеяться, будем на лучшее. Но, с другой стороны, если вы заметили, то, что насколько люди стали обеспокоены тем, что у них исчезать стали подписчики, а до этого, замечу, стали, до этого говорили то, что, мол, мне не важно, сколько людей на канале, хоть будет у меня один подписчик, бах, выходит-то видео, у меня слетели все подписчики, что мне делать? Ну, как-то неувязочка получается уже, противоречивость. Так, засыпала я морковку, огурчик. Честно говоря, конечно, давайте креативить. Короче говоря, я сейчас просто не буду резать сыр моцарелла, я просто его высыплю целиком, и все. Все. Намного так, наверное, будет вкуснее, чем я его порежу на дольки. Так, осталось мне посыпать. А, кстати, мои уехали сейчас в Крым, они находятся сейчас в Ялте, отдыхают. Вероника и Вадим уехали мне в Ялту отдыхать. Взял он с собой камеру поснимать, но не знаю, что там, в принципе, какие изменения в Ялте произошли после присоединения. Посмотрим, расскажет он. Единственное, что он сказал, то, что в кафе испортилось обслуживание в еде, и цены такие же, как и в Москве стали. Вот, увы, согласно то, что в кафе курортные, как бы, повара на один сезон, и особенно, я думаю, что у них нету такого отбора по дипломам, по подаче, лишь бы только готовил, и больше ничего и не надо. Ну, я так предположительно думаю. Таким приготовлением гречки может любое справиться, даже человек, который вообще не умеет готовить, просто смотрит, как другие готовят и думают, как вкусно все получается. Но это же элементарно, можно и самим все это сделать. Закипела вода, бросил пакетик с гречкой, и все, и готов уже обед или ужин. Итак, мой салатик готов, так что можно его уже и употреблять. Красивое слово, да? Если немножко паузу сделать, то услышите строительные сленги, да? Поэтому я обожаю это слово, вроде оно и неругательное, и с другой стороны и нужное слово. Ладно, переходим к тому, чтобы жарить синенького и красненького, как ММД в спра. Сковородка уже нагрелась. Сейчас мы заливаем все это подсолнечным маслом. Главное, с маслом не переборщить, чтобы не получилось ничего жирного. Итак, сейчас я немножко посолю так называемые синенькие и красненькие. И вот, есть, конечно, то есть, в принципе, можно и чесночком все это обтереть, но что-то пока не охота мне это делать. Я не ленивая, но что-то, как бы, пока не хочу я с чесноком. Хочется так, без чесночка покушать. Так, сейчас это все начнется обжариваться, как-то разложить, чтобы места хватило и для... В общем, получилась у меня такая картина живописная, в тесноте, но не в обиде. Еще посолить салат. Я беру морскую соль. Я в последнее время полюбила морскую соль. Конечно, морская соль не для ванны, не для скраба, для тела, а обычно пищевая соль, которым употребляются в еде. Так что, вот, полюбила я морскую соль. Пищевая такая соль, которая рассыпчатая, в основном идет для бульонов и для таких соленых блюд. Но вот морская соль мне просто адреналин в попу бьет. Вот, захотелось мне очень сильное изделие колбасное, и я решила сварить три сосиски, как три корочки хлеба у баратино. И, кстати, это не обзорные сосиски, я их купила в перекрестке на свои собственные карманные деньги, поэтому это не обзор сосисек. И хотела еще спросить, какие вы любите сосиски, какого производителя? Их, конечно, очень много, производители сосисек, но вот хотелось мне узнать, какие самые-самые ваши любимые сосиски? Вареные, копченые и сливочные бывают сыром. Так что, если вам не лень, напишите, пожалуйста, комментарий, какие ваши любимые сосиски и с чем вы их кушаете. У меня маленькая произошла ситуация, я открывала подсолнечное масло, когда вот дергаете за колечко, и оно отрывается, да, оно не взрывается, да, как граната. Дернуть за веревочку и кинь подальше, чтобы сосед поделился картошкой. Да, теперь вот я не знаю, что мне теперь делать, протыкать ножиком, у меня теперь колечко, как мне быть теперь? Надо в гугле поискать вопрос, да, хочешь узнать, погугли. Гугл сказал пробить ножом. Все, дилемма решена. Итак, после того, как гречка у меня сварилась, целых 20 минут она у меня варилась, я решила ее еще обжарить. Можете посмотреть, насколько получилась очень такая рассыпчатая гречка в этих пакетиках. Кровь просто замечательная очень получилась. Сейчас я только ее обжарю. И у меня уже готовы, и уже синие и красные готовы. Осталось только их приложить на тарелку и съесть. Наш ужин готов с Андреем. Я еще раз повторюсь, почему только на двоих, потому что у меня Вадим и Вероника уехали в Ялту, поэтому мы остались вдвоем с Андреем, и поэтому только две порции. Итак, что мы будем кушать? Салат, который полон витамин, гречка, обжаренный перец и эти как его, синие, да, синие. Вот. Сосиска, которого захотелось мне сосиску, и все. Черный хлеб. И у Андрюхи то же самое, только он не кушает синенькие и красненькие. Поэтому, увы, буду я только кушать. Ну, мне больше достанется. Так что, если кто сейчас садится кушать, всем приятного аппетита. А если кто-то собирается готовить, желаю вам вкусного приготовления. Вот. Так что, до новых встреч. Видео, наверное, получилось такое немножко и патологическим, и кулинарным. Андрюха сейчас у меня гулял. Да? Куда ты ходил гулять? Проходил по площадкам влево-право. Да? Все, до новых встреч. Мы пошли кушать, потому что животик урчит очень сильно. Хотим мы кушать. Всем пока, до новых встреч. Еще раз я прощаюсь, никак не могу попрощаться. Ну, все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok